Максимаркетс ТВ Максимальный рост по итогам пяти рабочих дней пара евро-доллар показала в понедельник, поднявшись от отметки 1,14 к значению 1,1450. Пятничная торговая сессия была завершена на уровне 1,1330, что стало недельным минимумом. Новостная повестка имела решающее значение для динамики котировок пары. В течение всей недели дестабилизирующим фактором для евро выступала ситуация с итальянским бюджетом. В среду Европейская комиссия отклонила предложенный Римом пересмотренный проект бюджета в связи с несоблюдением согласованных параметров дефицита. Кроме того, в Брюсселе заявили о том, что могут инициировать дисциплинарные процедуры против Рима, что грозит многомиллиардными штрафными санкциями. Ключевым драйвером для евро выступает существенный спред между 10-летними облигациями госдолга Германии и Италии. По итогам недели разница в доходности облигаций Италии и Германии составила 307,7 базисных пунктов. Макроэкономические показатели, хуже ожидаемых, также обусловили негативный тренд для евро и снизили ожидания трейдеров относительно восстановления экономики еврозоны в четвертом квартале. Индекс уверенности потребителей по итогам ноября в еврозоне вновь продемонстрировал спад с минус 2,7 до минус 3,9, что стало фактором отката европейской валюты. Пятничный релиз индекса деловой активности в производственном секторе в еврозоне Германии стал катализатором наиболее сильного падения евро за неделю. Немецкий производственный PMI по итогам ноября составил 51,6 при прогнозируемом аналитиками значений в 52,3, достигнув таким образом 32-летнего минимума. Индекс производственной активности в рамках еврозоны также оказался довольно слабым – 51,5, хотя ожидалось сохранение значения за предыдущий период. Данные по изменению немецкого ВВП по итогам третьего квартала продемонстрировали спад на 0,2%, оказав дополнительное давление на европейскую валюту. На предстоящей неделе на динамику пары будет вновь оказывать влияние макроэкономическая статистика из Германии. В понедельник будет опубликован индекс делового климата АФО. По итогам октября показатель продемонстрировал снижение, негативный тренд ожидается и по результатам ноября, что может оказать давление на евро. В четверг станут известны данные об изменении количества безработных в Германии, а в пятницу индекс потребительских цен – важнейший инфляционный показатель в еврозоне. Данные могут стать поддержкой для евро, так как в последнее время соответствуют ожиданиям аналитиков и остаются стабильны даже при негативных значениях, а потому не несут рисков для рынка. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро-доллар к уровням поддержки 1,1300, 1,1290, 1,1275, 1,1265 и 1,1230. На прошедшей неделе движение британской валюты характеризовалось отрицательной динамикой. Начав торговую неделю с отметки 1,2860, пара фунт-доллар достигла отметки 1,2795 к ее окончанию. Кроме того, пара демонстрировала высокий уровень волатильности на фоне постоянно меняющегося новостного контекста. В четверг трейдеры положительно отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Европейского совета Дональда Туска о том, что заключение соглашения о Brexit находится в пределах досягаемости, а текст сопутствующей политической декларации практически согласован. Однако, несмотря на вырисовывающуюся возможность достижения соглашения, рынок озабочен его содержанием, о котором практически ничего не известно. В пятничном откате фунта значительную роль сыграли комментарии бывшего министра по делам Brexit Доминика Рава, считающего, что Великобритания может покинуть сообщество на невыгодных для нее условиях, и что единственным приемлемым вариантом является соглашение, позволяющее королевству в одностороннем порядке покинуть ЕС без обременительных для него условий. Испанский фактор продолжает давить на британскую валюту. В четверг стало известно, что Испания может заблокировать проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС по причине того, что в нем не урегулирован вопрос Гибралтара. В пятницу муссировали слухи о достижении договоренности по Гибралтару, которые, однако, не подтвердились, став еще одной причиной, определившей негативный тренд для фунта. В воскресенье состоится саммит лидеров ЕС, на повестке которого находится заключение соглашения по выходу Великобритании. 14 ноября британское правительство согласовало его проект, который должен быть одобрен совместно с политической декларацией по Брэкзит на запланированном на 25 ноября саммите ЕС. Сторонники выражения «вотума недоверия» Терези Мэй в парламенте так и не сумели набрать необходимые 48 писем для инициирования голосования. Тем не менее, трейдеры считали этот риск высоко вероятным и отыгрывали его на протяжении всей торговой недели. Насколько он будет продолжать влиять на рынок на предстоящей неделе, во многом будет определяться итогами саммита. Британская макроэкономическая статистика на предыдущей неделе не оказала поддержку фунту. Публикация британского индекса цен на жилье от Rightmove произвела негативный эффект. Показатель в минус 1,7% свидетельствует о сложностях в британском жилищном секторе. На будущей неделе будут опубликованы индекс цен на жилье от Nationwide и воловой объем одобренных ипотечных займов, которые могут скорректировать движение курса в сторону понижения в связи с завышенными ожиданиями в минувших отчетных периодах на фоне более слабых фактических данных. Из американской статистики интерес представляет индекс доверия потребителей, который станет известен во вторник и может позитивно сказаться на курсе доллара, так как демонстрирует стабильный рост с июня текущего года. В среду состоится публикация данных по американскому ВВП за третий квартал, где экономисты сохраняют положительные ожидания и по продажам нового жилья в США за октябрь. Последний показатель может положительно повлиять на пару, так как жилищная статистика последних периодов США довольно слабая. Мы предполагаем, что для пары фунт-доллар на следующей неделе будет характерен рост к уровням сопротивления 1,28, 1,2830, 1,2875, 1,2900 и 1,2950. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максимаркетс ТВ теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова